Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале. Ну что ж, это видео хочу начать с достойного для подражания примера стритстайла. Здесь есть все и фэшн-смелость, и безусловное умение сочетать цвета. И на самом деле это те образы, которые мне очень нравятся, но про которые я часто говорю, что на других да, а на себе пока не вижу. Кстати, часто меня просят показать подростков итальянских, как они одеваются. Вот так одеваются итальянские подростки, вот так одеваются итальянские студенты. И могу сказать, что на мой взгляд у итальянских девушек, которым сейчас 12-13 лет, у них, скажем так, не очень блестящее стритстайлерское будущее, которое имелось когда-то, безусловно, у их мам, их мам, их бабушки выглядят очень хорошо, умеют красиво одеваться. Показала только что, как я была одета, и хочу начать это видео снова с того, что обращу ваше внимание, что нет ничего проще и лучше и удобнее компоновать светлые цвета плюс светлые цвета. Но имейте, пожалуйста, в виду, что светлые оттенки в одежде требуют очень ярких аксессуаров, либо темных аксессуаров. Всегда темная, даже черная обувь будет смотреться лучше с полностью белым аутфитом, либо бежевым аутфитом. Ну и на самом деле любые вариации на тему коричневого будут смотреться очень-очень хорошо, потому что иначе, иначе полностью белая компоновка, бежевая компоновка будет смотреться очень бледно. Посмотрите, как интересно, здесь мы имеем светлое пальто и светлую обувь, но это пример замкнутого образа, потому что база у нас темная. Хочу еще раз, дорогие зрители, заметить, что я действительно вставляю одни и те же образы, потому что если я что-то обсуждаю, на что-то обращаю внимание, очень часто для подтверждения моих слов мне нужны те кусочки, которые, возможно, вы уже видели. Ну и честно скажу, некоторые образы нравятся мне так сильно, что я вставляю их умышленно, потому что все-таки думаю, не все смотрят мои стрит-стайлы, которые я выпускаю, не все имеют возможность и время посмотреть. И, возможно, если вы что-то пропустили, вы увидите те или иные удачные образы в новом видео, которое я делаю. Музыка Музыка Это пример монохромного образа. Посмотрите, как красиво и как просто одновременно. И такую компоновку очень-очень легко повторить. Снова показываю вам витрину, где очень красивое сочетание голубого и серого. Серый разной насыщенности. Серый-голубой, серый плюс розовый – это заведомо выигрышное сочетание. В качестве аксессуаров нам намекают. Мы можем взять самые обычные черные сумки, черные шарфы, черную обувь также. И такое же сочетание с черной обувью будет прекрасно смотреться серое плюс розовое. Снова пример компоновок не более трех цветов. Посмотрите, я думаю, что многие мои зрители уже понимают, когда я показываю ту или иную витрину, на что я хочу обратить внимание. Да, это компоновка не более трех цветов, а также разные фактуры, потому что мы имеем всего три цвета. Когда мы имеем не более трех цветов, мы можем действительно играть с фактурами, самые-самые разные явные фактуры добавлять. Напоминаю, что фактуры, кстати, здесь хотела показать снова носок, который видно из ботинка. Здесь хотела показать вам, что очень популярны брюки из эко-кожи, либо кожаные брюки. Они потрясающе смотрятся с шубами, а также с пальто. Но говорила я про фактуры, и действительно, опять же, какой прекрасный образ светлый. И обратите внимание, что черная обувь. Обувь темная, обувь контрастная к белым аутфитам, к светлым аутфитам. Это всегда очень красиво. Так вот, возвращаясь к фактурам, хочу напомнить, что фактура и разнофактурный образ, это когда с шагового расстояния мы можем почувствовать, не трогая ткань, вещи, что да, ткань обладает какой-то фактурой. Мы сможем ее, взяв руки, ощутить. И зима, а также прохладная весна, а также теплая осень, это самое лучшее время для того, чтобы играть именно фактурами. Потому что мы все понимаем, что явной фактурой обладают плотные, теплые ткани. Поэтому, пожалуйста, всем зеленый цвет, создавайте ваши образы. Вот опять-опять брюки, опять светлое пальто. Я на самом деле часто чувствую себя диктором на радио, когда озвучу свои собственные видео. Да, прохладная погода – это самое лучшее время для создания сложнофактурных образов, используя не более трех цветов в одном ансамбле. Продолжение следует... Ну что ж, кожаные брюки смотрятся очень хорошо, но практически с любой верхней одеждой. Возможно, только кожаная куртка плюс кожаные брюки – это вариант, которого бы я лично избегала. Опять яркую шляпу, шляпа везде, шляпа совсем мы видим, мы наблюдаем. Широкие брюки также, они очень популярны, я думаю, что они очень удобны. Здесь мы видим правый образ – это белые брюки, которые обращают на себя внимание. Но мне хочется обратить ваше внимание на левый образ. Это снова образ, который очень удачно закомпонован по пропорциям. Но и также здесь мы видим сочетание не более двух цветов и не более трех цветов в ансамбле, потому что обувь темная, обувь и сумка добавляют третий цвет. Синьора, которая рассматривает витрины, и, конечно же, это особенность итальянской жизни, что все и мужчины, и женщины очень-очень любят рассматривать витрины. Дети тоже часто обсуждают со своими мамами, со своими бабушками, будь то девочки, мальчики. Дети обсуждают, что они видят на витринах. Действительно, действительно, витрины – это часть итальянской жизни. И снова в кадр попадает мим. Я тоже много раз рассказывала, что это вот такая особенность, наверное, уличного спектакля, когда человек в костюме, изображая кого-то либо что-то, и часто эти костюмы могут быть, ну, действительно, заслуживающего и внимания, восхищения, замирает в определенной позе и резко ее меняет, когда кто-то подходит близко. И суть такого уличного спектакля как раз-таки в том, что ты не ожидаешь, проходя мимо, что этот человек, что эта фигура человека очень часто вот так мимо себя мимикрирует прямо-таки под скульптуры, под статуи. Насколько я знаю, в Испании в особенности распространен вот такой жанр уличного спектакля. В Италии все-таки я вижу достаточно редко. Посмотрите, это группа студентов, это очень-очень молодые люди, включая девушку, но как здорово она одета, я уверена, она потратила на свою одежду не очень большой бюджет, но смотрелась она очень-очень эффектно, вот в таком ярком синим пальто, в желтом худи. Сумка, безусловно, ставит хороший аккорд в этом образе. Могу сказать, что пальто спереди расстегнуто и смотрится очень эффектно, желтый и синий. Это снова ансамбль, который сделан интуитивно, возможно, а возможно, осознанно по принципу не более трех цветов в одной компоновке. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что ж, дорогие зрители, вот такими я увидела сегодня жителей Падуи, прежде всего тех жителей, которые, как я люблю говорить, принарядились. Хочу надеяться, что многие из вас, кто это видео увидел, посмотрел, нашли для себя идеи для вдохновения, нечто для подражания. Возможно, увидели подобные вещи, которые вы также имеете в своем гардеробе, как я часто говорю. Для того, чтобы собирать действительно красивые, классные, стильные образы, нам нужно не бояться использовать свою фантазию и обращаться прежде всего к своим уже имеющимся вещам. Помните, что концепция shop your clothes, то есть пойди и пошопся в своем собственном шкафчике, на своих собственных полочках, набирает все большую и большую популярность здесь, в Европе, и также в Америке, во всех странах, где люди не боятся быть собой, не стесняются компоновать, носить то, что им нравится, и выглядеть так, как им нравится. Я всем этого желаю. Желаю всем чувствовать себя на своей фэшн-волне, не стесняться пользоваться своей фэшн-смелостью, которая, я уверена, растет изо дня в день. Но я желаю вам также жить в том обществе, которое будет, ну, как минимум, лояльно относиться к вашим фэшн-поискам, потому что очень важно жить в обществе, которое к тебе лояльно. И, как я часто говорю, к сожалению, нельзя жить в обществе и быть от него полностью свободным. Но, возможно, завтра именно вам будут подражать. Сегодня на вас смотрят и воспринимают, как особую, чересчур смелую, возможно, даже странную. Но очень вероятно, что завтра многие будут одеваться, так как сегодня одеваетесь вы. Я же с вами на этом обращаюсь. Увидимся очень скоро. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»